Старые проблемы как возраст кандидатов в президенты США может повлиять на их шансы на выборах. 6 октября 2019 года, 15.42. Александр Карпов, Алена Медведева. На фоне дискуссии в американских СМИ о преклонном возрасте кандидатов в президенты США Берни Сандерс сообщил о выписке из больницы после инфаркта, подчеркнув, что чувствует себя прекрасно и готов вернуться к работе. Между тем Сандерсу уже 78 лет, а другому демократу, Джо Байдену, 76. Ранее 39-й президент США Джимми Картиру сомнился, что в 80 лет можно исполнять обязанности главы государства. Однако эксперты отмечают, что у демократической партии сейчас нет достойных кандидатов, способных составить конкуренцию опытным политикам. Борющегося за право стать кандидатом в президенты США от демократической партии сенатора Берни Сандерса выписали из больницы, куда он попал с сердечным приступом. 78-летний политик был госпитализирован 1 октября после того, как во время одного из агитационных мероприятий в штате Невада почувствовал боли в груди. Сначала его представители заявили, что у сенатора случился приступ стенокардии, однако затем обнародовали другую версию – закупорка артерии. Точку в этом вопросе поставили врачи, сообщившие, что Сандерс перенес инфаркт миокарда. Сам сенатор, выписавшись из госпиталя, поспешил заверить сторонников, что готов продолжить предвыборную кампанию. «После двух с половиной дней в больнице я чувствую себя прекрасно и после небольшого перерыва буду рад вернуться к работе», – написал он в своем. Собака Берния Сандерс Октобер 4. 2019 перед госпитализацией Сандерс пообещал обнародовать данные о состоянии своего здоровья. Американца вправе знать, здоров ли кандидат в президенты, за которого они собираются голосовать, – сказал он. Власть старейших Инфаркт Берни Сандерса в очередной раз напомнил американцам, что правящий класс в США стремительно стареет. По данным The Wall Street Journal, стареют и американские конгрессмены. Если в 2001 году средний возраст членов Конгресса составлял 55 лет, то сегодня этот показатель достиг уже 59. Эту проблему не обходят вниманием американские СМИ. Так, газета Politico опубликовала статью под названием «Америка – геронтократия». Ее авторы сравнили нынешнее положение дел в США с ситуацией в последние годы существования СССР. Как отмечает издание, если в 1982 году средний возраст членов Политбюро составлял 71 год, то у ведущих американских политиков, президента, спикера Палаты представителей, лидера большинства в Сенате и трех кандидатов от Демпартии, сегодня этот показатель оказался даже выше. 77 лет. Журналисты газеты «The New York Times» написали заметку «Не слишком ли старый Байден и Сандерс для президентской должности», в которой, в частности, рассматривается вопрос, нужен ли в США верхний возрастной порог для кандидатов на высший государственный пост. Напомним, что сегодня существует только нижний порог, глава государства не должен быть моложе 35 лет. Указанная проблема затрагивается и в статье «Если время Берни Сандерса подошло к концу, не окажут ли его сторонники поддержку Тулси Габард?» Опубликованной журналом Forbes, ее автор анализирует, кто из молодых политиков-демократов мог бы стать альтернативой Сандерсу, Байдену и Элизабету Орин. Ответ. 38-летняя Тулси Габард, избранная в Палату представителей Конгресса США от 2-го избирательного округа Гавайев, обратила внимание на эту проблему и британская «The Guardian», опубликовавшая материал «Америка стала геронтократией». «Нам нужно это изменить». Кроме того, в способности нынешних кандидатов от Демократической партии выполнять функции главы государства усомнился 39-й президент США Джимми Картер, которому сейчас 95 лет. «Будь мне всего 80, будь я на 15 лет моложе, едва ли я мог бы принять на себя те обязанности, которые исполнял, когда был президентом», — сказал он в своем ежегодном послании, выступая в Центре Картера в Атланте. Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Примгау Юрий Рагулев отметил, что американские избиратели, делая выбор, будут учитывать и состояние здоровья кандидатов. «Ведь работа президента — это напряженный публичный труд, связанный со встречами и поездками». «Сегодня все основные кандидаты — люди немолодые, поэтому в данном случае Сандерс находится примерно на том же уровне, что и Байден, Трамп и Уоррен. Если бы у него были молодые конкуренты, то он бы не стал продолжать эту избирательную кампанию», — сказал эксперт в интервью RT «Борьба на левом фланге». При этом эксперты отмечают, что Сандерс начал сдавать свои позиции еще до инфаркта. Долгое время он был лидирующим политиком левого толка в США, однако теперь эту нишу может занять сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Также по теме «Волки с Уолл-стрит против Уоррен, кто станет новым лидером президентской гонки в США среди демократов. Скандал вокруг телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским может навредить бывшему вице-президенту США Джо Байдену минус». Согласно данным опроса издания «The Economist», по состоянию на 1 октября за 70-летнюю Уоррен готовы были проголосовать 28% избирателей демократов, в то время как за Сандерса — всего 13%. По мнению Рагулева, рост популярности у Уоррен является серьезной угрозой для компании Сандерса, поскольку их политические платформы базируются во многом на схожих идеях. Сегодня Элизабет Уоррен, которая по политическим взглядам не сильно отличается от Сандерса, достаточно энергично проводит свою кампанию. На этот раз ему будет сложнее, чем в предыдущей кампании, отметил политолог. При этом аналитик сомневается, что Уоррен способна стать общенациональным кандидатом от Демократической партии. «Она не выглядит компромиссной фигурой, потому что для американского общества ее политические взгляды слишком радикальны. Она в состоянии увлечь за собой женский и молодежный электорат, но этого будет недостаточно для победы представителя Демократической партии на выборах 2020 года», — пояснил он. Схожую точку зрения разделяет и политолог-американист Михаил Синельников Форишак. По его словам, Уоррен даже более радикально, чем Берни Сандерс, что может помешать ей в предвыборной гонке. Недавно традиционные спонсоры демократов заявили, что если она выиграет промерис, то они перейдут на сторону Трампа. Как считают аналитики, такая ситуация объясняется преклонным возрастом кандидата, а также довольно слабым выступлением на дебатах. Теперь к этому списку прибавился и скандал, связанный с его сыном Хантером Байденом, который при президенте Петре Порошенко входил в совет директоров крупной энергетической компании на Украине. По данным СМИ, в Киеве Байдена-младшего подозревали в причастности к коррупционным схемам. Также по теме. В поисках кандидата, почему демократы не могут определиться с оппонентом Трампу на президентских выборах 2020 года в США, завершился второй тур дебатов среди кандидатов в президенты от демократической партии. С момента первых преней прошел уже месяц. Однако в стане самих демократов возможную причастность Байдена к коррупции предпочитают игнорировать, объясняя продолжающийся спад его популярности и отсутствием внятной политической программы. Честно говоря, главным препятствием на пути Байдена является беззубость его программы «Вернем Америку» в 2015 год, его послужной список. И в лучшем случае, спорные выступления на дебатах приводят «Блюмберг» слова Нила Срока, официального представителя политического объединения «Демократия для Америки». Стремительно теряет голоса и второй эшелон кандидатов от Демпартии. Сенатор от Калифорнии Камала Харрис, мэр городка Саутбен Пит Буттиджич, бизнесмен Эндрю Янки, бывший член Конгресса от штата Техас Роберта Рурк. Уровень их поддержки не превышает 5% от числа зарегистрированных избирателей-демократов, за исключением Буттиджича, за которого готовы проголосовать 5,5%. Среди них самым перспективным политиком была Камала Харрис, которую еще в июле готовы были поддержать 15% избирателей, однако она не смогла закрепить свой успех. Юрий Рагулев полагает, что никто из этих политиков пока не может всерьез претендовать на президентское кресло. Эти кандидаты участвуют для того, чтобы приобрести опыт, заявить о себе. Камала Харрис не смогла закрепить свой успех, потому что попыталась резко атаковать Байдена, что избиратели восприняли негативно, пояснил эксперт. Синельников Аришак полагает, что в сложившихся условиях руководству Демпартии не остается ничего другого, кроме как поддержать Джо Байдена. Если Национальный комитет партии не будет дальше поддерживать Байдена в качестве основного кандидата, то он нанесет удар по своей же партийной платформе. Демократы раньше заявляли, что Трамп пришел к власти случайно, на волне популизма. Если же он победит и на выборах в 2020 году, то им придется пересматривать свои установки, кандидатов, лозунги, поэтому они не могут отказаться от такого пока еще надежного кандидата, как Байден, заключил эксперт.